Таких два разных тайма получилось. И в первом тайме так более целостно выглядели, и у нас получалось создавать моменты, но не реализовывали. А второй тайм, наверное, уже больше получился такой оборонительный, потому что где-то неправильные зоны заполняли при обороне, и, соответственно, из-за этого не так атаковали, как хотелось бы. Соответственно, одно тянет за другое, и возникали моменты возле наших ворот. Но, тем не менее, мы были командой сегодня на поле, и все как один достойно выглядели. Не в плане того, а в плане самоотдачи. В целом счет 0-0, он по игре? Ну, в целом счет по игре 0-0, я считаю, что... Потому что моменты были у нас в первом тайме, во втором тайме были моменты у Балтики. Вот, и как бы... Ну, в целом, в целом, поиграли. Набрали одну очко, довольны или ехали за победу? Нет, мы ехали за победой. И хотели выигрывать. Вот. Но, к сожалению, произошло так. Но очко в копилку. Лично для вас игра носила какой-то оттенок принципиальности, учитывая, что вы здесь работали полгода назад и спешили на свои умы? Ну, никакой принципиальности нет, потому что, безусловно, все тренеры, все футболисты, они могут работать там или в другой команде и потом возвращаться. То есть, о какой принципиальности можете речь, если у нас не дерби, мы не враги какие-то или еще что-то. То есть, это спорт, это футбол. И, наоборот, мне было приятно вернуться, приехать в Калининград и видеть старых знакомых. Не знаю, кто считает, что это принципиально, но я считаю это глупо.